Так, опять же, Дмитрий Бомашев, от суммы и от тюрьмы не зарекайся, как говорится, это может случиться с любым. Многие даже великие люди и богатые падали очень низко, когда их жизнь шандарахала, поэтому и нам их судить лучше, постараться помочь по возможности, если человек еще не завгнулся в себе. Депрессия, про депрессию, про депрессию. Ну, знаете, я рассказал со своей точки зрения, депрессия это отсутствие интереса к жизни. То есть, я как бы, знаете, основное, от чего? От денег, от тюрьмы или еще от чего-то там депрессия возникла. И вы знаете, вы знаете, вообще-то, я с любой вот информацией очень могу работать. Вот, от суммы, от тюрьмы не зарекайся. Хорошо, не зарекаемся. Может случиться с любым. Многие даже великие люди, богатые, падали очень низко, когда их жизнь шандарахала. А почему жизнь их шандарахала? Вопрос вот такой, почему успешного человека, великого или богатого, или вообще, будем говорить, обычного человека, которым мы с вами являемся, она шандарахала? Да потому, что он своими действиями создал причинно-следственный ряд, который привел его к закономерному результату. И вот тут-то ему стоит остановиться, задуматься, а не впадать в депрессию, что он там наделал такого, что он оказался вот в этой яме. И наметить пути, как из этой ямы вылазить. Вот о чем я говорю, понимаете? Чтобы появилось, вот когда человек, ну просто грубо говоря, ну будем так говорить, взял там в казино и проигрался. То есть, богатый человек пришел, вроде обеспеченный, все. Что проигрался в пух и прах и, значит, впал в депрессию. Подумать, что тебя подвигло играть? Как теперь надо поступать, чтобы выйти из этого состояния? А не переживать, что ах, у меня были деньги, а теперь их нету. Вот я такой-сякой, вот-вот-вот мне плохо, вот это. То есть, здесь несколько не понято, о чем я говорю. Вот, понимаете, у каждого человека в силу своего там, ну будем говорить, наработок, он понимает этот вопрос по-своему. Вот так он понимает. Я не хочу сказать, что я его правильно понимаю. Но я его вот так вот понимаю. Причем это, так как я его понимаю, это способствует тому, что вытягивает тебя из депрессии. И далее, далее, дает знание, чтобы ты вновь в нее не скатился. А не то, что от сумы до тюрьмы не зарекайся и так далее. Это уже, это уже несколько иное. Лучше постараться помочь по возможности, если человек не забрался в себе. А как помочь? Вы знаете, я хочу рассказать о помощи, которую я оказал нескольким людям в свое время, ну моим знакомым. В свое время, когда я был, так сказать, помоложе, и будем говорить, мои книги продавали с хорошими там тиражами. Вот. Пришел ко мне человек. Из-за того, что это, что он там встрял в такую неблагоприятную ситуацию сам. То есть, вот, на него наехали бандиты, и надо, значит, ему тут было вот откупиться. Попросил у меня денег, сказал, что там вот, я там квартиру там потом там продам, отдам или еще как-нибудь, все это там такое. Вот. Но я ему дал эти деньги. Он обещал там через две недели. Никаких уже две недели там, месяц или полтора прошло. Ну, нету его, я спрашиваю, что, что и как. Да вот, как будут деньги, тогда, мол, его дам. Я тут понял, что просто-напросто меня использовали. Это раз, использовали. Но важное заключается в следующем. Этот человек своими действиями наработал определенную свою, грубо говоря, карму, за которую он должен был понести наказание. То есть, там, когда бандиты бы его прижали, совсем по-другому пришлось бы работать. Возможно, и квартиру даже продал бы, которую там обещал, там, в случае чего продашь, да? А тут я ему дал деньги. То есть, тем самым, его грехи я как бы покрыл. И, знаете, после этого случая, как пошла у меня череда неудач различных. То есть, не надо, вот мое мнение, брать чужие грехи на себя. Вот он встрял, вот он в таком положении, вот на это самое. И ты просто-напросто его из этого вынимаешь, а у него никаких изменений от этой ситуации не произошло. который, грубо говоря, ему проведение подготовилось, чтобы его изменить. А ты взял вот эту вот, как бы сказать, роль судьи, роль благодеятеля на себя. Ага, ну, тогда, слушай, тогда мы давай-ка поработаем над тобой, соответствующими ситуациями и так далее, чтобы ты не лез не в свое дело. Вот так вот череда разного рода препятствий и невезухи прошла у меня.